дальше скажите что-нибудь с новым годом с новым годом с новым счастьем или старым счастьем которое продолжится в этом году так все отлично нас слышат вроде бы слышно теперь все спасибо большое случился наш технический гений не стало что-то слышно теперь дальше мы с вами во всей красе тут рассказывайте в чем проблемы с которыми я могу вам помочь еще раз так но проблема такова что я попробовал я наверное уже во всех специальных всех во всей деятельности которая вообще может быть на земле но не во всей но в большие части такой час в какой хоть попробовать и да конечно секретарь помощник директора менеджер продавец то есть куча 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 еще каких их еще они ваша деятельность похожа потому что она помощник директора это менеджер директор а секретарь чуть ниже да в принципе ну чтоб еще назвать да в принципе я как-то не задумываюсь до что похожи друг на друга просто это видимо из-за того что организации разные а деятельность хотя вроде похожи но немножко все равно где-то другая потому что зависит от специализации фирмы или специализации организации с чем она связана какое-то время работал с музыкой это время я работала в организации которую скажем так оказывала музыкальные услуги населению вот и где еще какие-то документы заполнить да не знаю то есть сделать какую-то услугу до оказать услугу как-то помочь в школе я работала школе работал библиотекарем я работала начинала вести литературные уроки то есть ну пробовал себя в качестве преподавателя мне дали попробовать еще вести иностранный язык но скажем так у меня как такового образования по нему нет но мне было очень хотелось проявить себя в этой сфере но к сожалению год года идут а хочется стать я практиковала какое-то время назад ну и в школе обучалась с иностранным лоном вот хорошо сейчас данный момент я не работаю ну то есть на той деятельности которая бы каждый день приносила доход но я веду канал на youtube на из ну веду свою страничку на инстаграм но это как бы такое можно считать как хобби да больше это никак какая-то профессия или работа какая-то основная водная мы с мужем договорились что точнее как договорились он сам предложил эту идею что если ты действительно хочешь найти себя то посвяти время этому и но все как-то так закрутилось что посвятить время у меня не совсем получилось из-за того что вот у меня сейчас свадьба была переезд и короче все так перемешался новый год весь отряд вот и что и я не успела даже как сказать к этому со всей серьезностью подойти найти себя найти не знаю именно то чем я бы хотел заниматься большую часть своей жизни есть такое призвание между прочим во первых вас поздравляю я так понимаю с недавно свадьбы спасибо вас счастливо начался новый год и по образованию по образованию да кстати мне моего образования очень нравится я социолог но к сожалению таких навыков наверное как самый такой серьезный социолог я бы не знаю не могла себя отнести к этой когорте потому что для социолога важно знать методы и знать как их применять а в основном когда мы занимались именно социологии вот эти все пять лет это были количественные исследования танкетирование а мне бы хотелось заниматься именно качественным анализом то есть это интервью фокус-группы у нас была одна фокус-группа на все пять лет и к сожалению когда у нас были предметы которые рассказывали именно о социологии и методах нам преподаватель говорил что как такового учебника вообще нет и не знаю как мы с заниматься поэтому все такие именно качественные предметы по качественным методам у нас проходили к сожалению не очень качественно вот такая тавтология на какую тему стрим вы ведете если не секрет а вы имеете виду на youtube на youtube я обычно стримы кстати не веду хотя очень хотела обычно я или пою каверы на своем канале или рассказываю про какие-то события или не знаю про книги про фильмы еще про что то мне хочется больше такого контента а в основном это кавер да потому что нам споете ну все-таки новый год да как ты даже не задумывалась сейчас я подумаю какую песенку сейчас 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 все 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 с Ну, что-то вот как-то так. Ну, для импровизации очень даже здорово. Вы же не готовились. Да, вообще не готовились. Не знаю я, на самом деле. В чем проблема? Когда люди вашего возраста говорят, что вот, жизнь идет, почти заканчивается, люди столько не живут. Я смотрю на себя в камеру и прихожу в ужас. Боже мой, какой кошмар. Альцентральный был. Да, я все еще надо пойти повеситься, видимо. Потому что, ну, что теперь делать мне-то? Просто кошмар какой-то в действительности. Я хочу сказать, что вы, по-моему, говорите об одной вещи, которая для меня абсолютно самоочевидна. Ну, в определенной степени это разговор для всех, потому что я же все равно не смогу сказать, там, Даша, вот ваше призвание. Ну, да. И, как бы, вот, вы ему следуете. Но я всегда пытался объяснить одну, наверное, самую главную вещь. Вот призвание или предназначение, или смысл жизни, он, на самом деле, скрывается в том, чего я не делать не могу. Тоже что-то такое. Я, ну, понятно, ничего нового, конечно, я принципиально не изреку. И хочу я сказать о выводах из этого общего правила. Наверное, самый главный вывод, он заключается в том, что все мы, все находящиеся в поисках призвания или предназначения, его уже выполняем. По той простой причине, что чего-то не делать в этой жизни мы не можем абсолютно. Ну, вот я, видите, никак не могу перестать говорить. Хотя вы тоже, как автор канала на Ютубе, знаете, насколько это осмысленно, эта деятельность. Но что делать? Таково мое призвание, значит, я не могу от него уклониться. Потому что, если я перестану говорить, там, вести лекции, занятия, группы, вести эти стримы на Ютубе, то будет плохо, в первую очередь, мне. Скорее всего, я начну болеть. И как бы, ну вот, самая первая и главная проблема, которую мы обычно не чувствуем, заключается в том, что то, что является нашим предназначением, ну, уже все время и постоянно делаем. Ну, как бы, и это, в общем, самое главное. Потому что, ну, насколько я понимаю, вы не можете не петь. Чему-то кажется, что иногда да. Вот, и, вот, видите, там у нас коллега из Казахстана, который называет себя Кубик, пишет на вебинаре. Какие проблемы, когда есть муж? Можно жить до старости и петь в камеру. Да, я хочу сказать, что, ну, как раз в этом Кубик я не убежден, потому что муж, это, конечно, помощь и поддержка, но... Да, сам развиваться тоже. Вот, но, к сожалению, величайшему, я боюсь, что у Даши строить жизнь только на этом не получится. Как бы муж не хотел. Почему? Ну, вот, я думаю, что есть, вместе с Пением, у нее есть вторая беда. Да. Мне даже интересно, какая. Ну, как мне кажется, мне именно кажется, я крещусь все время в таких ситуациях. Это беда аналитика. Ну, во-первых, вы же все-таки решили позвонить мне, а не какому-то человеку. Еще, у нас же много очень на Ютубе. Во-вторых, а я, в общем, да, так или иначе, ну, пусть и в больше символической плоскости, я аналитик. И, в общем, пытаюсь где-то копаться поглубже в человеческой душе. Как мне кажется, вы, судя по набору ваших работ, наверное, вам очень нравится заниматься организацией. Вы такой организатор. Причем, человек, который очень раздражает, когда всякие разные процессы внутри организации, или фирмы, или еще чего-нибудь, текут крайне фальшиво и неэффективно. Это да, это да, вы угадали правильно. Вот. Да тут и угадывать-то нечего. А я хочу сказать, что, скорее всего, вы от этого, вот, глупости-глупости, неэффективности, ну, и плюс это, гендерных притязаний, скорее всего, и уходили с самых разных своих работ. Ну, кстати, да, да. Вот. И поэтому есть такое болото отечественной фирмы или отечественной организации. Когда ты, в общем, прекрасно понимаешь, что надо делать, и это совсем несложно, но делать этого тебе никто не дает. Да, или сами никто не хотят это делать. Вот. И поэтому я думаю, что, на самом деле, все очень просто. Вам нужно продолжать петь. Спасибо. Я думаю, что из вас получится, кроме всего прочего, блестящий музыкальный критик или человек, вообще, пишущий о музыке. И мне кажется, что... Вообще, все ведь начинается именно с хобби. А вы попробуйте у себя на канале о стриме рассказать о музыке, которую вы поете, о людях, которые писали эту музыку. Я в свое время пытался это делать на радио, и редко, правда, ну, когда это было в контексте каких-либо тем. Ну, я сейчас так рассказываю в стримах об искусстве, скользь, да, и о людях его создающих. Мне кажется, это будет очень ваше, потому что, в отличие от огромного количества людей, и это очень здорово, вы умеете превращать свои мысли в слова. У нас есть... У нас есть... Вот первая беда по поводу призвания или предназначения. Это вот эта беда непонимания того, что мы не можем не делать то, к чему призваны. И это значит, что это мы уже делаем. Я повторяюсь, конечно, но я думаю, что мне простительно. И второе, вторая беда, это наш страх. Как правило, этот страх очень простой. И снова, видите, я вынужден играть в телепата и читать этот страх на вашем лице. Но я думаю, что тип этого страха совершенно определенный. Он связан с тем, что вам кажется, что то, что вы думаете по поводу музыки, композиции, организации, фирм, никому не интересны и самоочевидны. То есть, ну, как бы, что вы представляете собой некоторую банальность и из этой банальности все равно ничего такого, вот такого, чего-то такого необычного не выйдет. Ну, с одной стороны, может быть, да, с другой стороны, хочется как-то, чтобы организация только мне одной. Хотя я уж не такое сильно важное звено, которое выполняет там какую-то суперфункцию, но получается, все равно все замыкается на мне, и я стараюсь за всех, а получается, остальным это не нужно. и очень горько осознавать, что стараюсь, стараюсь. Я не говорю, что стараюсь. Таких, как мы, это просто единицы на десятки тех, кто ничего не хочет, но ничего не хочет прилагать, никаких усилий, но хочет добиться максимального эффекта. такого невозможно. Нет. Вообще, те, кто не хотят прилагать никаких усилий, никакого эффекта добиваться и не хотят. Может быть, да. Они чаще всего хотят добиться максимального эффекта от других, и при этом решительно ничего не делать самостоятельно. Да, да. Ну, понимаете, Даша, опять мой горький и печальный опыт, он не во всем и не всегда горький и не во всем и не всегда печальный. Я хочу сказать, что проблема заключается только в одном. В нашем собственном неверии, что мы что-то можем изменить. Но неверие это имеет под собой основания, причем основания довольно прочные, и эти основания связаны с тем, что все перемены в человечестве могут наступать только медленно. Ну, как бы борьба с глупостью, а еще хуже того, борьба с пошлостью, нам придется, если вы смотрите наш канал, то хотя бы время от времени, то я думаю, что прямо буквально с четверга, со следующей передачи мастерей Маргарите, мне придется об этом очень много говорить, то она происходит очень медленно, и людей надо каким-то образом пытаться развивать, и поэтому это всегда позиция, как бы она кажется свысока, но на самом деле это совсем не так, потому что чаще всего вот этот самый начальник или глава фирмы, или там его работники, не знаю, да, я сейчас, я думаю, мы, я вряд ли просто смогу об этом говорить, потому что я никогда не был профессиональным менеджером, вот, на самом деле очень часто просто не понимаю тех ошибок, которые они делают, и если им об этом говорить, не бросая в лоб какие-то обвинения, но продолжать об этом говорить, ну, например, я бы с радостью правда посмотрел бы ваш выпуск на ютубе, в котором вы бы проанализировали, какие основные ошибки делают фирмы, в которых вы работаете, а так как вы, в отличие от меня, красивая женщина, то я более чем уверен, что вас послушает, послушает больше народу, чем послушает меня, да, ну, а что, ну, понимаете, какая штука, это же правда, увы, элементарная маркетинговая правда, одно дело старый дед тут вот чего-то бурчащие медленно, а другое дело молодая красивая женщина, это разные совершенно вещи, и я уверяю вас, что вас многие услышат, и это чуть-чуть что-то изменит, нет, не революционно и не радикально, но это опять видимо, судя по тому, что вы меняли очень много работ, принадлежит числу ваших способностей, но вам кажется, что на это не стоит тратить время, по той простой причине, что вас все равно никто не услышит, и меня услышат, просто очень медленно, очень небольшое количество людей, но тем не менее, кому-то это станет интересно, и кто-то начнет думать в этом направлении, я последнее время все время ну как-то свожу почему-то оно стало сводиться само собой, какие-то мои размышления к понятию фрактала, вот вам цветочек в связи с Новым годом, вот понимаете, какая штука, ровно так развивается человеческая мысль, как бы мы посылаем мысль, какую-то законченную, сформулированную мысль, из нее рождаются лепестки, если вы людей, просто поющих на свете очень много, а вот людей, не только поющих, но и умеющих рассуждать о музыке, на свете гораздо меньше, а вам такой, у вас такой дар есть, и по-моему, это некое отдохновение, ведь на самом деле, как ни странно, если говорить о фракталах, то и то и музыкальная гармония и гармония, например, в работе организации в действительности вещи очень похожи, и как мне кажется, если вы будете искать свои, свои какие-то принципы описания музыкальной голосовой гармонии, то что-то может выйти, да? Не просто что-то может выйти, а что-то начнет потихоньку выходить. Проблема номер три, она тоже такая постоянная, очевидная и болезненная, когда мы хотим сказать, что у нас ничего не получится или у нас что-то получится. Мы всегда нарываемся на третью проблему того же самого призвания, тоже общечеловеческую. я, может быть, вы это слышали, называл это первородным грехом даже, потому что чем змеи соблазнил Адам и Еву? Он их соблазнил тем, что достаточно сожрать яблочко с древа познания добра и зла, и как только вы эти самые яблочки сожрете, сразу все будет будете, сразу станете как боги. Вот есть такое постоянное ощущение, что люди, не звоните нам параллельно, потому что я не смогу подключить звонок в конференцию, мы сегодня разговариваем только с Дашей. Вот, я хочу сказать, что это надежда, ну вот явилась я, такая прекрасная, такая умная, там, я не знаю, бросила два слова, и сразу все последовали за мной, так не бывает. Ну да. И поэтому это же самое главное, мы же сейчас с вами ищем примерно следующую вещь, мы с вами ищем некий подход к получению вами удовольствия, ну вот того удовольствия, которое лично ваше, и которое существует помимо семьи, мужа, там, будущих детей, наверное. может быть, да. Я надеюсь все-таки, как бы или мы ищем то, что вы с удовольствием потом будете передавать детям как свое собственное. Это всегда, всегда, да, ну вот в НЛП поиск призвания, он связан с двумя вопросами, да, вопрос первый, вспомните, что вы любили играть, во что вы любили играть в детстве, вашу самую любимую игру. Вот как бы понятно, что там у девочки, девочки чаще всего отвечают куклы, не все, ну чаще всего, а я всегда в таких случаях говорю, нет, вы же в куклы играли в какую-то игру, могли играть в школу, да, там рассказывать чего-то, передавать куклам какие-то знания, вы могли играть в маму, в детский сад, во что угодно, да, вот во что вы любили играть с куклами, во что я, кем были ваши куклы, да, я не помню, что именно в куклы я играла, я очень любила петь, рисовать, обычно я включала телевизор, мне бабушка рассказывает, как я притаптывала ножки и кричала песню за Викой Цыгановой, что я делала в детстве, еще рисовала ее подружек. Ну, вот, что вам еще надо про призвание, второе, второй вопрос в том же НЛП, и между двумя этими вопросами надо протянуть прямую линию. Это вопрос за что вы готовы платить деньги, лишь бы заниматься этим? А, то есть уже я сама, да? вы сейчас, за что вы готовы платить деньги, чтобы заниматься этим? Вы готовы платить деньги учителям пения и рисования, например? Даже не знаю, в принципе это хорошее вложение средств. Но я почему размышляю так долго и так долго не могу решить, потому что мне еще очень нравится писать и когда я начинаю писать или говорить меня просто не остановить, хотя сейчас может это не похоже, но обычно я говорю, говорю, говорю и человек или устает от меня или меня слушает, это по-разному бывает. И писать мне очень нравится, то есть выражать свои мысли на бумаге? Нет, это опять, ты сейчас говорите о мне нравится, а вопрос звучит так, за что вы готовы платить деньги, чтобы заниматься этим, более того, за что вы платите деньги, чтобы этим заниматься? надо подумать. Да, я бы, я не знаю, мне так много всего, что нравится, но я бы, наверное, заплатила за курсы графологии или за курсы. Мне очень нравится, мы с мужем как познакомились, нам нравились одни и 10 книги по мимике, то есть как человек реагирует, на какие слова, как распознать ложь, это Пол Экман, вот, я бы, наверное, прошла курс любимый сериал Light Me, ну, один из, и я бы, наверное, не знаю, меня привлекает, наверное, сам человек и все, что с ним связано, и как он реагирует, на что он реагирует, и, наверное, бы я прошла курсы по графологии и курсы по анализу мимики, вот это мне нравится, но я не думаю, что у меня бы супер, например, получилось, мне просто это нравится, и я бы, наверное, заплатила за это. Я против. Ну, на самом деле, я против, я всегда говорю, что для меня профайлеры... Вы им доверяете, да? А? Вы не доверяете профайлерам, да? Нет, я не то, чтобы не доверяю профайлерам. Вся проблема в том, что для меня профайлер это в высшей степени сложная профессия. Да, да, да. Да, проблема предельно одна, предельно проста. Обычный человек, чаще всего, и я тоже, я в этом смысле совершенно обычный человек, я предпочитаю, как ни странно, человека чувствовать и на основании этих ощущений говорить слова. Ну, как мы с вами сейчас общаемся? Ну, а что я еще могу? Правда, я же не могу вас не протестировать, не проанализировать в таком формате. Я могу только пытаться услышать вашу мелодию и угадывать. А я хочу сказать, что человек в памяти, в активной, в активном луче внимания может удерживать пять объектов одновременно. При очень большой тренировке, семь, для того, чтобы сделать какой-то вывод профайлеру, нужно удерживать, вот если вы возьмете какое-нибудь описание, не меньше тридцати пяти объектов одновременно. И то, как бы, даже если он будет непрерывно удерживать эти объекты, он будет вынужден понимать, что есть целое огромное количество всяких разных вещей. Я, например, мои мысли могут быть заняты мужчиной, который от меня ушел, или женщиной, которая ушла от меня. Да, то есть, я буду выдавать реакцию обмана и лжи в ответ на свои собственные внутренние переживания, а не в ответ на вопросы, которые задает мне профайлер или интервьюер. И поэтому я отношусь к этому с большим смехом, потому что, ну я, я же, да, я всегда говорю, что я сугубо субъективен. Я считаю, что профайлер это выдуманная профессия. И хотя она дает какие-то ориентиры, но на самом деле только одним способом. Я вот, вы как раз вспомнили ровно то, что всегда вспоминаю я, вы вспомнили, правда, графологов, а я всегда вспоминаю хиромантов. Проблема заключается в том, что я однажды в жизни встречал настоящего хироманта, и этот настоящий хиромант, он признался мне, что он прочел гигантское количество книг по хироманте, что у него в собрании есть все, включая, все, что можно, включая сюда какие-то африканские издания, в общем, совсем не существующие. И что он все это читал, изучал, и в один прекрасный момент вдруг вспомнил, и вдруг понял, что он действительно может сказать о человеке все по руке, а без руки он этого сделать не может. Но вся эта информация начинает приходить к нему интуитивно. И я думаю, что хорошие, настоящие профайлеры, они могут сослаться на тысячу книг-источников, которые, как бы, которыми они руководствуются. Но на самом деле они человека будут чувствовать интуитивно, просто потому, что всего того, количество признаков, которые должен держать в сознании героя сериала «Light to Me», человек в сознании удержать не может. Он на самом деле это просто служит ключами для его вхождения в транс. И в этом трансе он просто чувствует собеседника. Это приходит как открытие с опытом через долгие годы занятия подобными практиками. Но тоже достойно уважения. как мне кажется, лучше сразу учиться эмпатии. Между прочим, я собираюсь, мы напишем и повесим объявление на сайте «Серебряных нитей». Но, может быть, вот как раз после свадьбы, переезда, я думаю, что где-то в феврале мы начнем цикл вебинаров по искусству понимания другого человека и влияния на него. Не манипулирование, манипулирование я не учу, а влияние. Мы будем рады, если вы с мужем походите к нам на вебинары, они идут по субботам и как бы там я подробнее, конечно, смогу эту тему развить. Но, опять и снова, понимаете, какая штука пение, музыка, анализ музыки это нечто удивительно близкое пониманию человека и пониманию именно эмпатическому. Я все это рассказываю, потому что у меня есть тайное подозрение, что если вы будете, если вы займетесь профайлингом или если вы займетесь там какими-то подобными науками, какими-то подобными вещами типа графологии. Графология это увлекательно, но в общем сейчас с этим делом все сложнее и сложнее по одной простой причине ты поди найди мою рукопись. Я их пишу сразу в компьютере. Понятное дело, я по-прежнему занимаюсь врачебной практикой, мне приходится писать заключения. ну в общем все реже и реже. Я все печатаю. И поэтому я не знаю как с графологией, но опять ни в коем случае вас этим не хочу вас от этого отвлекать. Просто мне кажется, что вы вот с вашими детскими идлями и желанием понимать человека будете замечательно писать о музыке. Вы знаете, я же не умею говорить о литературе или о кино. На самом деле я говорю о человеке, который смотрит кино. Правда? Или о человеке, который читает книгу. Вот там образуются эти самые фракталы собственные. как бы поэтому я совет даю ровно такой. Вы понимаете, какая штука? Мне кажется, что если вы будете заниматься с этой точки зрения тем, как человек воспринимает музыку, это сегодня, между прочим, очень востребованная тема, очень интересная, то вы все больше и больше будете понимать человека. Вы будете находить нужные вам инструменты, вокруг. И может быть и в графологии, может быть и в профайлинге, но просто все зависит от того, тут что важно и что нужно. Тут важно и нужно, чтобы вами руководило не изучение человека вообще, а изучение человека для чего-то. И как мне кажется, для вас это именно музыка, ну и наверное рисунок, если вы рисуете. Возможно. По крайней мере подумайте над этим. Мне кажется, что если вы займетесь музыкальным восприятием, чем очень мало кто занимается, хотя литература... Я не встречала особо тех людей, которые наверное как-то может профессионально этим занимаются, оценивают как-то. я же тоже всегда такого рода деятельность начинается как хобби, да? Да, да, да. Мне кажется, что интерес к человеку вообще это очень здорово, но почти никогда не становится призванием. Призванием становится изучение человека для чего-то. Ну, я не знаю, если вы собираетесь например попробовать поработать следователем прокуратуры, то тогда ваш профайлин или ваша графология станут необыкновенно интересными и нужными, потому что вы будете искать свои пути к пониманию человека. Подследственного. Понимаете о чем я говорю? Я врач и для меня мои поиски всегда связаны с проблемой границы между нормой и болезнью и с тем, как помочь все-таки страдающему человеку. Поэтому я научился мыслить смело. Мне это нужно для помощи. Даже когда я веду стримы, я пытаюсь кому-то в чем-то помочь. Как бы поэтому тут очень важно выбрать область. И если вы тут есть огромное количество всяких разных вариантов и градаций. Есть, между прочим, музыкальная терапия, в которой нету какого-то такого специализированного образования, хотя курсы можно проходить решительно по всему, но каждый понимает эту самую музыкальную терапию по-своему. и не сейчас я не полезу сейчас в полки, но в общем, если вдруг вы задумываетесь этим заняться, ну, например, пение и терапия голосом всегда были изумительным, самым лучшим, самым старым способом такой музыкальной терапии. Самый древний способ, потому что дыхание дух, да, дух предков или дух божий существовал и он приходил вместе с музыкальными звуками, которые издавал человек. Вы знаете, что в православии вообще вся остальная музыка греховна и только голосовое пение является музыкой священными, это хоры. И по этому поводу тоже существует целая гора всяких разных вещей, потому что четвертая часть всего того, что мы называем призванием, я сейчас пытаюсь к этому вести, она упирается в одну очень простую штуку. Она упирается в вопрос чем вы хотите и хотите ли вы как-нибудь помочь другим людям. Да, да. Потому что то, что мы называем призванием, то, что мы называем предназначением, все направлено на других людей. и эта направленность на других людей всегда увлекает больше всего. Поэтому вот вам еще одна идея, внезапно пришедшая мне в голову. Музыкальная терапия. Или смотрите, как интересно, я, наверное, никогда не смогу этого сделать, но музыкальное самопознание. А так как музыкальные медитации это, в общем, или песенные, певческие медитации, это вещь тоже абсолютно нередкая. Да, наверное, я вам не буду сейчас объяснять, что такое мантра. Но не обязательно следовать за мантрами. Вообще, самый идеальный вариант такого рода вещей, он связан с вашим собственным переживанием музыки. вот в чём дело. Когда вы пытаетесь найти своё собственное озвучание, вы раскрывая в себе какие-то фракталы, видите, я никак не могу успокоиться и всё. Показываю фракталы. То есть, когда вы развиваете в себе что-то, что вам созвучно, непередаваемо, существует огромное количество там историю, связанную с нотами, с озвучанием каждой ноты, я вам сейчас тоже рассказывать не буду, потому что вы найдёте огромное количество материалов. Не найдёте, я помогу. Это, в общем, такое дело. Но вот вам такое сколько мне известно несуществующее понятие музыкальный психоанализ. как человек реагирует на музыку. И в этом отсутствующее у меня, например, умение рисовать вам может пригодиться ещё как. Да, здорово. Спасибо вам. Я как-то об этом не задумывалась. По-моему, да, вот опять. Смотрите, вы этим уже занимаетесь. Это очень важно понять. Надо чуть-чуть это куда-то приложить, сложить вместе эти три принципа. Ловить себя на том, что результатов немедленно ждать не стоит. Научиться получать удовольствие от процесса. Помнить, что это то, что вы не можете делать. Вы не можете не пить, не заниматься музыкой, не рисовать, не исследовать человека. Давайте это сложим. Как бы представляете, как это потом будет фантастически здорово для ваших будущих детей, например. Ну, вот, чего-то, наверное, у нас с вами сложилось в наш маленький фрактальчик. я еще есть, я все время говорю по поводу призвания, есть еще один способ, есть еще одни ворота, с помощью которых можно туда войти. сейчас я найду эту картинку. Вот она. Мы ее поставим над вами. Для всех. Ну, я думаю, что она мелковата, на самом деле, если вы захотите, уважаемые господа, то вы ее найдете в интернете, вон там написан автор. Называется она Ага, моменты, как известные люди нашли свое призвание. И вот Каррес Кросби, изобретательница бюстгальтера, великое открытие, между прочим, если вдумываться. Открыла бюстгальтер, поскольку не могла поместить свой бюст в корсет. Не входил. Вот Ян Кум. У нас никто не знает, кто такой Ян Кум. На самом деле, это создатель WhatsApp, который создал WhatsApp. по более чем актуальной для нас сегодня причине. Он никак не мог регулярно звонить на Украину своему собственному отцу. И из-за этого он создал WhatsApp. WhatsApp. Ну, и так далее, и так далее, и тому подобное. Самуэль Морзе, более известная личность, изобретатель телеграфа, не застал жену живой, она болела, не застал жену живой, возвращаясь из путешествия. Потому что письмо по почте. так в те времена шло слишком долго. Я вот что хочу сказать. Может быть для вас, а может быть для всех. Ваше призвание всегда скрыто еще в одной вещи, в последней, в четвертой. И эта вещь, то, что вас возмущает, то, что вы ощущаете как препятствие в жизни. Ну, вот, да, я не знаю, некоторая, большая часть моей деятельности связана с тем, что я правда возмущен с тем, что делает с людьми моя профессия. Психиатрия, потом наркология, потом опять психиатрия. как бы ради того, чтобы когда-нибудь что-нибудь изменилось, я занимаюсь не только критикой этого самого, этих самых наук, но я пытаюсь, все, что я пытаюсь сделать, связано с тем препятствием, что я чувствую, с теми, с той химической вакханалии, с теми негуманными формами помощи, которые избрала моя наука. Я пытаюсь искать самые разные методы, подходы к человеку, для того, чтобы придумать какую-то альтернативу, из-за того, что я это ощущаю, как мою внутреннюю боль, моё внутреннее препятствие. И поэтому всегда, всегда помогает вопрос, что бы вы хотели изменить. Но я однажды понял для себя, что, конечно, препятствием служит невыразимая глупость, стремление находить простые решения. Поэтому вдруг оказалось, что какая-то моя работа, как у Дон Кихота, это какая-то такая безнадёжная борьба с глупостью. Но из этой безнадёжной борьбы да, что-то получается. Мне удалось помочь какому-то количеству людей, они утверждают, что мне удалось помочь им немножко поумнить. И я этому рад. Понятно, что я не смогу спасти от этой болезни человечество. Как бы если вы формулируете препятствия, то, с чем вы хотите бороться. Ну, например, для меня огромная проблема, я исхожу из того же очень примитивного посыла. Раз вы нас смотрите, смотрите канал, может быть, слушали когда-то передачи или слушаете, то мы чем-то похожи. как бы вот я считаю одной из главных проблем то, что мы перестали слушать и понимать друг друга. Да. Значит, я ищу разные способы понимания одного человека другим, потому что я чувствую это как препятствие, как беду, как возникновение ситуации, когда обществу вдруг становится выгодно одиночество, когда людей, когда мы почти принудительно остаемся одинокими. Я пытаюсь с этим бороться. Отсюда планируем вебинары по пониманию, отсюда какое-то такое странное отношение к профайлингу, потому что профайлинг это тоже своеобразная система навешивания ярлыков. для меня сериал «Лайт Уми» это история про то, как профайлер за счет своей интуиции стал чем-то большим, чем профайлер. Стал чем-то вроде учителя. Но и Сатаны тоже таким Воландом, потому что он стал принимать на себя справедливость. Я хочу сказать, что да, поэтому я пытаюсь как-то бороться с ярлыками, поэтому отговариваю вас от профайлинга и говорю, что нужно попробовать заняться. Я вот правда, я когда говорю с вами, я пытаюсь почувствовать вашу мелодию, как вы звучите. Я никогда не умел петь и играть, но для меня вот это взаимодействие между людьми и оно скорее мелодическое, чем поддающееся вербальному определению. И поэтому мне кажется, что если вы будете заниматься, а это очень хочется в 27, именно поиском каких-то вот стигматизирующих, вешающих на людей окончательное определение методик, то вы все равно в этом разочаруетесь, запутаетесь и бросите. А вот если вы будете искать созвучие между музыкой и душой человеческой, между двумя людьми, то это будет ваше и ваш канал станет интереснее, и у вас появится что-то свое. Потом это можно будет превратить, не знаю, в книгу, во что-то еще. Но очень важно понять, что же вы хотите преодолеть. Между прочим, я это слышу, как то, что вы хотите преодолеть именно какое-то одиночество, замкнутость человеческую, замкнутость нашу на самих себя. Вот как-то так я это чувствую. Спасибо, да, что-то в этом есть. Ну, я думаю, хватит на сегодня, да, Даша? Да, конечно, вы и так много мне помогли в чем-то. Если вы захотите, то на Ютубе будет эта запись, и вы сможете ее пересмотреть, а если чего, пишите и задавайте вопросы. Не знаю, вряд ли, наверное, стоит прощаться навсегда. Конечно. Ну, вот, а еще я поздравляю вас с наступающим Рождеством, со Старым Новым Годом, желаю вам личного счастья и сохранения вашей увлеченности. Самое главное, того, чего мы не можем не делать, мы уже делаем. Спасибо вам большое тоже. Субтитры наступающим. Счастливо, Дашенька, пока-пока. Спасибо, до свидания. Ну, что поставить на выход? Ну, вот, я желаю вам всем, чтобы второй день, день, когда ты понял, зачем ты родился на свет, наступил и у Даши, и у каждого из нас. Спасибо всем, кто нас выслушал. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.